Омская спортивная элита 2 апреля обсудила результаты минувшего года и построила планы на будущее. Заседание коллегии регионального министерства спорта проходило при полном аншлаге. В целом оценка дана удовлетворительной работе нашего министерства, то что мы занимаемся. Я думаю, что тот пласт работы, который мы делаем, он очень большой. Сегодня мы акцентируем его на 70-летие Великой Победы. И на следующий год мы будем все наши планы, все связанные с 300-летием города Омска. Медали универсиады, олимпийские и паралимпийские победы. Итоги 2014 года Александр Фабрициус подводил с гордостью, перечисляя триумфы в спорте высших достижений. Олимпийский год позволил Амичам вписать свои имена в историю. Но впереди новые вершины и покорить паралимпийскую в Бразилии. Подстать фехтовальщику Александру Кузякову. Это начало отбора на паралимпиаду в Рио-де-Жанейро 2016 года. Я иду сейчас там один из лидирующих спортсменов. Это очень хороший результат. Абсолютным трендом 2014 года стал комплекс ГТО, введенный 1 сентября. И первый замминистра спорта Дмитрий Крикоренц в своем докладе рассказал о том, как сделать его еще более популярным. 35 центров тестирования в районах и 3 в Омске. Доступность сдачи нормативов – главный план на год. Ни одни итоги не обходятся без обсуждения успехов. Так, почетные награды за свой вклад и работу получили ветераны, спортивные специалисты, заслуженные тренеры и спортсмены. Ведь даже небольшая медаль способна освежить в памяти годы подготовки и самые яркие победы. Это прекрасный период, это прекрасное время, прекрасная погода, прекрасный город, очень красивый Казань, который очень хорошо подготовился к этой универсиаде и великолепно ее провели. Я там участвовала и в качестве гимнастка. Ксения Дудкина выступала в сборной страны в групповых упражнениях и также участвовала в качестве судьи. Поэтому воспоминания самые прекрасные и очень было здорово. Итоги со знаком плюсы в сфере молодежной политики. В минувшем году прошло более 5000 мероприятий. КВН, форум «Ритм», волонтерские слеты. Сегодня деятельные и инициативные ребята – это точки роста региона и главные помощники в проведении 70-летия Великой Победы и приближающегося 200-летнего юбилея Омска.